В 2013 году в Европе зафиксировано более 30 тысяч случаев кори. В заграничных поездках легко подхватить вирус. И это лишь одна из причин, по которой растет заболеваемость в России, говорят врачи. Ситуация ухудшается и из-за въезда украинских беженцев. В нашу республику прибыло уже 124 человека. Из них 84 человека не имеют прививки, и они должны быть привиты против кори. Сейчас мы привили 54 человека, но еще есть люди, которые не привиты, и есть люди, которые отказываются. Чаще всего не только приезжие, но и местные прививаться отказываются по религиозным мотивам. Но есть и те, кто просто не помнит, ставили ему прививку или нет. В таком случае ее можно сделать повторно. Корь – очень летучая болезнь. Она передается по воздуху, причем не только при кашле или чихании. К примеру, если не так давно больной прошел по первому этажу, то, находясь здесь, на третьем, я могу с легкостью подхватить болезнь. Единственный способ уберечься, говорят специалисты, – это своевременная вакцинация. В нашей республике каждый год прививают 95% населения. А потому случаев заболеваемости кори не регистрируют с 2011 года. Последняя вспышка зафиксирована в 2010-м. Тогда вирус пришел из Китая. У взрослых болезнь протекает гораздо сложнее. И сыпь всему телу и лицу – это еще не самое страшное. Сложнее могут быть на органы зрения, на сердечно-сосудистую систему, на мочеводительную систему. Надо прививаться обязательно. Сделать прививку бесплатно можно в поликлинике по вашему месту жительства. Ася Касьянова, Доржичий Допов, Максим Махалов. Новости дня.